Свард Вадет 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 Ну пока у нас еще есть время Надо мне кажется сказать об организации турнира Причем естественно мы с Дмитрием Рыжковым отнюдь не свидетели Мы ведем репортаж из студии Востанкина А сошлемся на корреспондента ТАСС в Оберхаузене Василия Коношенко Который в своей заметке пишет о том что из рук вон плохо просто организован этот турнир И есть нарекания не только по организации так сказать вот самих что ли матчей А том как команды готовятся к этой очередной своей встрече Но и есть претензии к организации работы журналистов Элементарного пресс-центра не предусмотрели организаторы этого турнира на этой ледовой арене Естественно что с подачи материала возникают огромные сложности Для того чтобы передать в свою страну результаты очередных матчей Вообще анализ какой-то игры своей команды Приходится буквально совершать подвиги Искать где-то чуть ли не на улице телефон автомата Чтобы позвонить и сообщить как же проходила игра В общем надо признать что на немцев это вроде бы не похоже Потому что я был на двух турнирах в Дюссельдорфе И там на довольно хорошем уровне все было организовано Ну вот видите работники стадиона приводят в порядок лед И причем я должен отметить что по-моему довольно прилично испорченный лед А вот с чем это связано сказать даже не берусь Вот чтобы такое вот было перед началом матча Такие трещины Это я думаю говорит о том что и качество льда это может быть не очень хорошее Хотя вчера вот во время репортажа этого заметно не было Лед был нормальный Ну а пока приводя в порядок лед Я продолжу хоть немного о шведской команде МОДО Вернее о местности которую она представляет в чемпионате Швеции Этот город вокруг которого расположены эти деревушки Называется Орнс Колдвик Ну в Северной Америке Почему в Северной Америке я скажу Его называют просто Овик Потому что выговорить такое слово Настоящее название довольно трудно А почему в Северной Америке знают этот город Ну есть одна причина Из ныне действующих шведских игроков в НХЛ Трое оттуда Это Маркус Неслу, Петер Форсберг, Никлас Сунстер А еще трое Ну в общем их фамилии достаточно хорошо известны любителям хоккея Это Андерс Хедберг, Ларс Молин и Бук Бергов Вот такое вот местечко которое Что-то там вода, земля, воздух Что помогает родиться там хоккеистам высокого класса Ну на это есть разные точки зрения Но об этом чуть позже Но судя по составу, который дали перед началом встречи У шведов сегодня семь защитников И только по-моему нет и четыре тройки нападающих Ну и как обычно полный состав у... Полные четыре пятерки у нашей команды У Тольяттинской Лады Итак, встреча между МОДО и Ладой началась Это финал Кубка Европы, я вам напоминаю Надо мне кажется на первых минутах вообще нашей команде Как-то приспособиться к игре шведского клуба Но в последнее время мы очень тяжело, мне кажется, играем против шведов На любом буквально уровне Будь то юношеская сборная, клубная команда, молодежная, национальная команда Вот не можем преодолеть вот эту очень плотную что ли оборону Которую всегда выстраивают против наших команд шведские хоккеисты Любопытно, что даже специалисты и в НХЛ, и в Швеции отмечают Что очень хорошо обучают с детства игроков обороне Но сковывают их возможность умения импровизировать уже тоже с детских лет Сергей Николаев защищает ворота Тольяттинской Лады Ну, я скажу, ни шатка, ни валка, по-моему, начался матч Хотя прошло, конечно, очень мало времени Но, тем не менее, какие-то остановки пошли постоянные И довольно большая, уже вчера, это мы обратили внимание Группа поддержки у Тольяттинской Лады присутствует сегодня в Оберхаузене Кстати, вот под номером 22 выступает именно тот нападающий Свартвадет О котором мы уже говорили Обратите на него внимание Емелин Вне игры нельзя брать шайбу И в Брасу не будет в средней зоне Смена составов Это Лейв Борг Наставник шведского клуба МОДО В свое время он работал даже со сборной Швеции Совершенно верно И достаточно успешно Он считается тренером весьма высокой квалификации А в Швеции это не пустые слова Янсон, шестой номер Ларсон Пока шайба в углу площадки Бросок Вот первый бросок был поворотом И вступает в игру Магнус Сварт Голкипер шведского клуба Опасно бросал Панков А то, что он неплохо умеет это делать Мы могли и вы, и мы Видели в предыдущем матче Когда он реализовал штрафной бросок Очень красиво Кстати, вчера любопытный вообще Случай произошел во время матча Лады и Дюссельдорфа Когда было назначено два штрафных броска В сторону одних и тех же ворот В сторону Дюссельдорфа И оба эти штрафные броски Лада реализовала Это вообще в хоккее Чтобы два булита в одном матче Это легчайший случай Я даже вообще На моей памяти Такого вообще никогда не было А чтобы еще оба реализовали Это вообще Уникальнейший из уникальных Поскольку булиты Примерно 30-40% Реализуется Два с трем Содерберг Десятый номер Очень неплохо Его здесь Октябрёв встретил В углу площадки По первым минутам Конечно трудно говорить О том, что Намерены противопоставить шведы Но видно, что Во-первых Невысокий темп Они его Явно сбивают Долго держат шайбу И видимо Ставка на контратаке Но пока это только Видимо Ну начало матча Поэтому действительно Еще пока Трудно сказать На что способны Шведские хоккеисты Мы знаем только о том Что в общем Клубный шведский хоккей Довольно добротный И все хоккеисты Без исключения Хорошо обучены Вбрасывание Октябрёв Да, я не представил Арбитра Сегодняшней встречи Это Юрке Ингман Судья из Финляндии Он, кстати Вчера обслуживал матч Между Ладой и Дюссельдорфом Свард И весьма уверенно Провел Ту встречу Вот третья минута Заканчивается Первая периода Пока 0-0 И по сути Ни одного острого момента Не было Ни у тех Ни у других ворот Я бы Панкову Все-таки не отнимался А долевой момент Вот опасный момент Бросок И счет матча Открыт Шведы Выходят вперед А шайбу забросил Ган Восьмой номер Как-то, вы знаете Так легко Прошли сквозь всю оборону Обратите внимание На одной линии Сразу три хоккеиста Тольяттинской лады И непонятно Где вообще был Защитник Который Обязан был Просто находиться На пятачке Перед воротами По сути Два против нуля Шведы вышли Да Один ноль Шведская команда Выигрывает Не стал делать Нападающую передачу Партнер тоже В очень хорошей позиции Находился Здесь даже нельзя Сказать о том Что он пожатничал Очень уверенно Использовал выход Один на один С галкипером Да, такое неприятное Начало По-моему На четвертой минуте Первого периода Шведы Открыли счет Цигуров Вновь у нашего защитника Шайба Здесь вроде бы В физическом плане Посвежее Лада Должна быть Поскольку Тольяттинцы Вчера Я скажу Не очень сложно Все-таки Игру провели Это во-первых Во-вторых У них Было времени Для отдыха Для восстановления сил Побольше Чем у шведов Потому что шведы Играли Вечером Вчера А Тольяттинская Лада Днем Шайбака У шведского защитника Тарасов Свинцельский Неплохая передача И бросок Поворотом Атаковал У вас Трем Двадцать четвертый Номер И пас Был Превосходным Три легионера Вообще В составе Шведского клуба Это Финский Защитник Алавар Он под пятым Номером Должен играть Еще не обратил Внимание Он присутствует На площадке Или нет Затем играет Пятнадцатый номер Каберле Из Чехии О нем Я уже говорил И еще один Есть финский Игрок Это нападающий Райтанин Он под двадцать пятым номером Должен играть Вообще тут любопытно очень В отношении Миграции хоккеистов В нынешнем сезоне Но об этом Мы чуть-чуть попозже Обязательно Расскажем Свисток арбитра Вне игры было Но я думаю Что это тревожный симптом В ней игры было Ну Совсем чуть-чуть А игрок-то Выскакивал Один опять Это был Это был Седерберг Убрасывание в средней зоне Опять я смотрю Пятерка Гана Вышла на лед У шведов Четвертая тройка По-моему Еще и не появлялась Я достаточно Внимательно следил Но у нас пятерка Ивана Свинцитского играет Давыдов Цигуров Емелин Свинцитский И Метлюк Шайба у Сергея Николаева Вбрасывание в зоне Лады будет Но пока еще Мне кажется Вот той игры Даже вот Намет На ту игру Которую Лада показала Вчера в матче С Диссельдорфом У нашей команды нет Ну можно было Конечно предположить Что придется Иметь дело С очень вязкой Такой тягучей И обороной И вообще С вязкой игрой Соперника Это характерно Для шведской команды А как преодолеть Сопротивление Ну я Так думаю Только за счет Быстроты За счет Быстроты Организации Атаки За счет Скорости Все таки Как ни говорите Шведы Небольшие Любители Играть на Максимальной Скорости А вот Такой Средний Темп Это Как раз Их стихия Октябрев Ну можно бросать Нет Не получился Бросок Не успел Даже Как-то Подстроиться Мне кажется Под шайбу Нападающие Лады Шведы Неплохо При отборе Клюшкой Пользуются Не стремясь Обязательно Провести Силовой Прием Когда играет В обороне Вне игры Было и убрасывание Ну это повтор момент Когда там Равновесие Потерял Судья Мне кажется Как раз На том месте Где заделывали Дыры и трещины Во льду А нет Остановка игры Было Удаление Метлюк Отбывает Двухминутный Штраф У Тольяттинской Лады А вот За что Сказать Просто Не берусь Очевидно Этого не Кадра Осталось Нарушение Может за то Что судью Лайнсфер Зацепил Магнус Карлсон 38 номер А десятка Содерберг Неплохой По скорости Нападающий Да я так думаю Что бегать То есть Кому В шведской Команде Ну вот Не очень Уверенно Николаев Сыграл Сразу Шайбу Не зафиксировал Не поймал Ловушку 0-1 пока Проигрывает Лада Еще раз Вбрасывание Но теперь уже Да Кто-то по-моему Из хоккеистов Лады Поторопился Вот в круг Вбрасывание Нельзя Заранее Въезжать До восьмая Минута Идет Первого Периода И полторы Минуты Еще Играть В меньшинстве Тольяттинцам Свартвадет А вновь У него Шайба Вот Каберле Как раз Пятнадцатый Номер Делал Передачу Два Подряд Броска Поворотом Знаете Как будто Передышки Никакой Не дают Сейчас Шведы Нашей Четверке И четверке Полевых игроков И голкиперу Сергею Николаеву Похоже Это звено Нападающих Шведов С центрфорвардом Ганом Вот как раз Которого Уложили Сейчас Налет Является Ударным Звеном МОДО Ларсон Выиграл Брасывание Восемнадцатый Номер Шведского Клуба Да В грамотности Пасы И розыгрыш Не откажешь Шведам И счет Становится Два Ноль В пользу Шведского Клуба Защитник Использовал Численные Преимущества По-моему Это Шестой Номер Сейчас Посмотрим На повторе Бросок Очень мощный И вот Девятый Номер Обратите Внимание Это Вернблом Какую позицию Занял По сути Закрыл Все Николаеву Закрыл В начале В начале Встречи Ну что ж По-моему Половина Периода Только Сыграли Команды И уже Дважды Шайба Побывала В воротах Тольяттинской Лады Вы Вы Обратили Внимание Какая Реакция Уэлэйфа Борка Была На эту Забрашенную Шайбу Как будто Он сам Вот там Побывал На площадке И сам Забросил Эту Шайбу Скинул Руки Вверх Вбрасывание В центральном Круге Вот так Первое Удаление Улады Обернулось Взятием Ворот Цигуров Романов Торопится К Шайбе Ошибается Сейчас Емелин При передаче В средней зоне На какой Хорошей позиции Был сейчас Нападающий Шведского Клуба Намного Хуже Все Могло Кончиться В этом Игровом Эпизоде Цигуров Емелин А шведов Вчетвером Оказывается У них Удален Игрок Вот Тоже Даже Не обратили Внимание Когда Это Было Уже 54 Секунды Осталось Но Не показали Оператору О том Что Игрок Был наказан Даже Не показали Скамять Чисто Был наказан Швейц Шайба Не выходит Из зоны Шведского Клуба Вот опасный Момент Ну Нет Не удается Бросить Поворотом Это Свинцитский Был Метлюк Цигуров Бросок Игра Игра Остановлена И Вбрасывание Ну По-моему Немного Времени В распоряжении Лады Чтобы Использовать Чистные Преимущества Мне даже Показалось Что В нашего Нападающего Попала Шайба На пятачке Который Вел борьбу И с вратарем И с защитником Шведского Клуба Вбрасывание Да 17 секунд Осталось Играть В большинстве Лады Вне игры Пока Неплохо Выглядит Магнус Свард Галкипер Шведского Клуба Да и вся Команда Очень Одно Можно уже Четко сказать Очень Грамотная Команда Очень Да и как-то В последние Годы Вообще Шведы По-моему Умеют Настраиваться На матчи Против Российских И клубов И сборной Да Чуть-чуть Вне игры Все-таки Поторопился Немного Десятый номер А Сёдерберг Уже За красной Линией Принимал Шайбу Обратили Внимание Какая Передача Была Сразу Отрезала И нападающих И защитников Тольяттинской Лады Вот поэтому Так без оглядки Мне кажется Не стоит Атаковать Нашей команде Это по-моему Самый Ярый поклонник Лады Ну таких На трибуне На катке В Тольятти Человек пять Они организовывают Все это Болельщицкое племя И те поют Они дирижируют Ими Мальцев там Вел борьбу С двадцать четвертым Номером С Вастрюмом Ну пока Игра остановлена И выбрасывание Очевидно Будет около Ворот Шведского Клоба Ну ничего Не скажет Действительно Очень грамотная Шведская команда Но судя Вот по Первому Периоду Тяжеловато Тяжеловато Ладе Будет в этой Встрече Это уже Становится Ясно Плюс ко всему И проигрывают Они еще 0-2 Уже В начале Матча То есть Ясно Что Лихим Кавалерийским Наскоком Мода Не возьмешь Октябрьев Явно Прикрыт Был Соперником Сейчас Крайний Нападающий Бердников 35-й Номер 12-я Минута Идет Первого Периода 0-2 Лада Проигрывает Сейчас Две минуты Могут дать Так и есть Солдерберг Итак Второе Удаление У Лады Толчок Соперника Был Уж Абсолютно Ненужное Нарушение За чужими Воротами Зачем Это Мальцев Девятый Номер Опросить Нет Злов Девятнадцатый Номер Удаление Вот Сейчас На этом В этом Эпизоде Видно Толчок Спина Придется Помучиться Еще Две Минуты Янсон Отобрать шайбу Отобрать шайбу И так Ее Отдать Магнус Карлсон Вообще-то В составе Шведского клуба Два Карлсона Один Магнус Магнус Защитник За задержку Соперника На две Минуты Вот все Удивительно В обороне Нарушение Нарушение правил Так что Втроем Остается Тольяттинская Лада И это Уже Очень тяжело И неприятно Минуту Минуту И две Секунды Играть Втроем Весьма И весьма Много Да И еще Шайбу Не могли Выиграть Каберле А вновь У защитника Шайба И бросок Поворотом Вот опасный момент Бросок И счет Становится 3-0 Как все-таки Четко все Использовали Шведские Хоккеисты И все тот же Ган проводит Третью шайбу Ворота Лады 3-0 И во второй раз Шведы Используют Чистные Преимущества Смотрите И на добивание Вовремя Пошел Нападающий Здесь хорошо Очень убрал Конечно Защитника Индивидуально Довольно Прилично Сыграл Это бросок Поворотом Юнсен По-моему Атаковал 17-й номер Глядя на команду Которая занимает В элитной лиге Шведской 10-е место Начинаешь думать О каком же уровне Вообще Этой элитной лиге Да Но пока наши прогнозы Явно не оправдываются В начале репортажа Говорили о том Что вполне по зубам Этот клуб Тольяттинской лады Ну может быть Действительно По зубам Если бы Как-то по-другому Складывается игра Но пока Она вот Складывается так Как Играет Кстати говоря Лада Ни шатка Ни валка По-прежнему На одного игрока Больше В составе Шведского клуба Еще надо Обратить внимание На то Что вообще-то Галкипер Шведов Магнус Свард Почти и не Участвовал В этом периоде В игре Здесь отбросить На первых минутах Там вот был Момент Когда Панков Мог забросить Чайбу Все А Николаев Постоянно в игре Магнус Карлсон Магнус Карлсон А вновь У него шайба Вошел в зону И довольно уверенно Вообще Шведы разыгрывают Численное Большинство Контролирует Шайбу Великолепно 20 секунд До выхода на лед Пятого игрока У Лады Оштрафован Денис Цигуров И пять с половиной минут Еще играть В первом периоде 0-3 Лада проигрывает Все в полном составе Тольяттинцы Что-то они смогут Предложить Гадать уже не буду Ларсон Ну это Проброс для того Чтобы просто Сделать смену И действительно Смена составов Вбрасывание будет В зоне Шведского клуба Судя по реакции Возможно Это даже И Поклонники Тольяттинской Лады А может быть Даже И жены Хоккеистов Ну это Судя по реакции Ну это Судя по реакции Ну это Судя по реакции Бросок Высоковато Была послана Шайба Еще раз Вбрасывание Около ворот Сварда Неприятная ситуация Для шведов Была Когда Шайба Взлетела Вверх И куда бы Она Отскочила Ударившись Об лед Никто Никто Не знает Ну мне Так показалось Что напрасно Вообще И Реагировал На нее Галкипер Шведского клуба Поскольку Шайба То явно Летела Выше ворот И кстати Из-за таких Ошибок В квартире Часто Они оборачиваются Галами Романов Емелин Хорошую в центр Средней зоны Передачи Партнеру Сделал Ну вот Все Комбинация На этом Закончилась Правда Вынужден был Вступить в игру Магнус Свард Вбрасывание Ну вот Они на трибуне Выделены Вот представляете Какое количество Вообще Приехало Тех Кто наблюдает За молодыми Хоккеистами И кто Подсматривает Что ли Игроков Для национальной Хоккейной Лиги Ну если уж У нас Во дворце Спорта ЦСКА Их всегда Человек Пять-шесть На рядовом матче Чемпионата России Можно Насчитать То что Говорит Чемпионат Миро Миро Среди Молодежи Хорошая передача Вот Раскаты И не получилось Такого мощного Плохо попал По шайбе Защитник Тольятинцев Удаление Будет В составе Шведов Ну вот Нет Все-таки Момента Не получилось Ну свисток Арбитра И так За задержку Соперника Удаляется Игрок Шведского Клуба Одно Могу сказать Что Финский Судья Строг Но справедлив Действительно Явное Совершенно Нарушение И абсолютно Справедливо Судья Наказывает Нарушителей Ну он Вчера Очень хорошо Отсудил Матч Между Ладой И Дюссельдорфом Уже Одно То что Он Решился Назначить Два Штрафных Броска О многом Говорит То есть На него Не действуют Неписанные Законы Он действует В соответствии С буквой Закона Алава Алаваара Защитник Шведского Клуба Удален На две минуты Хорошо Давыдов Бросок Высоковато Была После Наршаева Мне показалось Она все таки Попала В кого-то И после этого Только улетела За пределы Площадки Вбрасывание Около двух минут Остается играть Командам В первом Периоде Который явно Не сложился Для Тольяттинской Лады Да и пока Вот игра В большинстве Оставляют Желать Лучшего Давыдов Ну все это В борьбу Придется еще Добыть шайбу В борьбе С защитниками Шведской команды Вот видите Не удалось Этого сделать И опять Приходится Откатываться Назад И делать усилия Чтобы Войти В зону Шведской Команды Бросок Свард Потерял шайбу Из вида Сейчас Метлюк Бросал Поворотом Молодец Взял на себя Риск Пошел В борьбу Бросил Две минуты Тают Как Снег Под солнцем Да Двадцать Секунд Имеет Только Лада Чтобы Использовать Численное Преимущество Хорошая пауза Вот передача Ну бросок А там никого На дальней штанге Нет И где Должен был Вообще Находиться партнер Там Вот опасный момент И едва В четвертый раз Шайба не оказалась В воротах Лады И опять Удаление Да Удар соперника По рукам Вот этот момент И опять По-моему Цигуров Будет Находиться На скамейке Оштрафованных Ну хорошо Николаев Коньком Успел Сыграть А так Швед То укатывался Явно Уходил От защитника Ну очевидно Второй период Лада Начнет В меньшинстве Если конечно Сейчас шведы Не используют Численное преимущество Но похоже Шведы еще пока Тоже В четвером Или уже время Истекло Ну и как сейчас Это делают Шведы Истекло 20 секунд Еще играть Команду В первом Периоде Остались Считанные Секунды Уже не одной И так звучит Сирена Позади Первый период Финального матча За кубок Европы Между Ладой И Шведским Клубом МОДО Со счетом 3-0 Выиграют Шведы И перерыв Но Если верить Статистике Соотношение Боросков Всего лишь 17-16 В пользу Швела Но Статистика Штука Хитрая Это уже Давно Известно Бросок Броску Розен Шведы Пока Владеют Шайбой Это Ларсон 18-й номер Они Сейчас Должны Начать В большинстве Так и Есть Там Еще Цигурова На Уходится Какое-то Время На Скамейке Оштрафованных Пас Назад И неточный Вот как Отрезал Этой Передачей Сразу Полкоманды Игрок Который Владел Шайбой Каберле Как Четко В зону Очень опасный Момент Бросок Шайба В Николаево Все-таки Вовремя Выкатился Из ворот Сейчас Наш Голкипер И вот Контратак От Альятинцев Бросок Поворотом Ай-яй-яй Момент Какой Был Хороший Не попал В створ Ворот Нападающий Все уже По-моему В полном Составе Играет Тольяттинская Лада Да Пять человек На льду Каберле Свартвадет Тольяттинцы Пытаются Исполнить Нечто Вроде Силового Давления Но именно Нечто Вроде Пробросы Вбрасывания Около Ворот Шведского Клуба Если Скорость Не увеличит Лада То Очень тяжело Ей будет Вырвать победу В этом матче Да и Преимущество В счете Уже Солидное Довольно У Шведов Несмотря на то Что это Хоккей 3-0 Вроде бы Счет Который Позволяет Не только Спасти Сделать Нищу Но и Выиграть Встречу Но вот Пока По той Игре Которую Показывала Лада В первом Периоде Мне кажется Выиграть Эту встречу Невозможно Ну Надежда Умирает Последняя Единственное Что остается Сказать Вот Шведы Не идут Глубоко В зону Глубоко И отдав Шайбу За ворота А там Пашнер Ему отдал Хороший Бросок Был И защитник Хотя Рядом Находился Но здесь Мне кажется Вина Все-таки Игрока Обороны Шведского Клуба Но он Чуть-чуть Все-таки Не успел Прикрыть Злого И тот Четко Очень дальний Угол Переправил Шайбу А передачу Ему Делал По-моему Вот 35-й номер Ценгей Бердника 3-1 Пока Начало Неплохой Второго Периода Очень внимательно Все-таки Надо в обороне Сыграть Бросок Вернблом Мне подсказали Что этот дирижер Окажется Постоянный Дирижер Ладо И в Тольятти Во дворце Спорта Он не пропускает Ни одного Матча И всегда Выступает В этой роли Шайбу Вот опасный момент Ай-яй-яй Не удалось Сейчас Нашему Нападающему Переправить Шайбу У ворота Так голевые ситуации да еще какие на совсем сантиметрах от штанги шайба проскользила сейчас а нужна именно сейчас мне кажется нужна вторая заброшенная шайба она может многое тогда изменить четвертая минута второго периода зимирин ведет борьбу метлюк защитник бросает метлюк вне игры там было что ж лада показывает что может играть против шведов но что это только порыв надо играть еще более чем полтора периода если так калятицы сумеют действовать и дальше то тогда действительно все может измениться трудно объяснить почему с такими громкими промахами в первом периоде действовали тольяттинцы должны были настроиться на этот матч решающий последний розыгрыш кубка европы вообще ну вот может быть что не будет без ловки сейчас придумают нет так тем более наверняка соперника изучили тренеры да и хоккеисты и какая то была установка именно на то чтобы сыграть в тактическом плане верно против этого клуба бросок и счет становится 3 2 в пользу но до по моему это панков отличился у тольяттинцев я не хочу какие то сразу выводы делать но вот судя по первым минутам второго периода какая то совсем другая команда вышла совершенно только форма одинаковая в первом периоде и во втором остальное другое значительно быстрее играет значительно быстрее решают нет это я сказал панков забросил шайбу нет бросал защитника никто не подправлял шайбу ошибся магнус свар у него между щасков шайба проскочила это по моему давыдов отличился в составе тольяттинской лады 3 2 шведы выигрывают и вновь шайба у лады вне игры по моему было и выбрасываем в средней зоне вот смотрите меньше чем по моему за 4 с половиной минуты были заброшены две шайбы тольяттинцами так что какая то надежда еще сохраняется вот играть то еще очень много времени и всего лишь одну шайбу лада проигрывает вообще в спорте удивительные мне кажется особенно в игровых видах спорта удивительные бывают повороты и превращение команды ну вообще мне кажется вот этот счет 3-0 после первого периода в пользу шведского клуба он как раз ну может быть по игре был но отнюдь не по силам команд потому что ну явно не может с таким счетом лада проигрывать нынешкему своему сопернику ничем не лучше шведский клуб тольяттинской лады но лада играла медленно всю первую 20 минут медленно медленной комбинации были очень шайба не ходила как у шведов скажем при игре в большинстве а вот сейчас совсем другое какая-то полусонная по моему команда это было первые 20 минут игры видимо цигуру субгал разбудить ее ну в такой ситуации кроме громких слов в перерыве мне кажется еще надо быть очень хорошим психологом чтобы настроить команду чтобы она поверила в то что еще не все потеряно цигуров он же потомственный так сказать игрок челябинского трактора а эта команда всегда была очень задиристая и неуступчивая шведы перевели игру на левый фланг это хадин третий номер защитник вошел в зону медлёвук свинцетский вот отсюда из угла площадки надо выбираться причем постараться один в одного обыграть защитника Защитника. Шведы стали уже выбрасывать шагу из зоны откровенно совершенно. То, что в первом периоде они не делали, не заставляли соперники делать. Я уже говорил в начале репортажа о том, что три легионера играют в составе шведского клуба. Два финна, один чешский хоккеист. Вообще удивительные вещи сейчас происходят в европейском, прежде всего, надо сказать, хоккее в связи с делом Боссмана. Оно ведь коснулось не только футбола, но и хоккея тоже. Так вот, в частности, в этом сезоне 60 шведов покинули свою страну. Я не имею в виду Ванхайя. А вот они уехали в Европу. Причем играют от Финляндии до Испании аж. Ну, в Испании сами понимаете, какой хоккей. Тем не менее, вот шведы даже играют в Испании. Если в Швеции, вот в прошлом году было только 33 легионера, то в нынешнем сезоне их стало 59. Ну, естественно, все зависит от финансовых возможностей клуба. Кто-то может себе позволить и пять человек легионеров держать, и все они играют в основном составе. Кто-то может себе позволить только троих держать, как это было в прежнее время. Вот Айк, например, шведский клуб, у него в основном составе 9 легионеров играют. Ну, где-то год назад такое вообще невозможно было. Это при том, что шведский детский хоккей дает на гора много игроков такого хорошего уровня. Ну, высоко котируется, в частности, немецкий чемпионат, и 146 легионеров выступает в нем. Есть даже один грек уж. В какой он лиге выступает, не могу сказать, и что он из себя как игрок представляет, тоже не могу сказать. Хотя представить в какой-то степени могу. Правильно, в НХЛ несколько есть хоккеистов греческого предсказания, кстати, Челлиус. Вот и удаление пошли у МАДО, потому что команда в обороне начинает потихонечку не справляться с хоккеистами Тольяттинской Лады. Это Каберле, по-моему, да, Каберле задерживал явно нашего нападающего. И удаление численное преимущество получает Лада. Да, пока со счетом 2-3 Лада проигрывает шведскому клубу. Но 2-0 выигрывает второй период. Шайбу! 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 Вбрасывание около ворот Магнуса Сварда. Емелья, мне кажется, зря там вмешался в борьбу. Надо было подобрать шайбу. Давыдов. Вбрасывание Атака сходу не получилась и придется отойти назад. Вбрасывание! Вбрасывание! Емельев Ну вот в этой ситуации, когда на одного игрока больше в составе, так что нет смысла индивидуально действовать. Есть партнеры, через них можно сыграть и спокойно, так сказать, войти в зону соперника. Что-то мне кажется, сегодня режиссер вот этой трансляции увлекается перебивками. То он показывает болельщиков, то крупные планы каких-то девушек, правда довольно симпатичных, которые сидят на трибуне. Но забывает при этом показать удаленного шведа. Это было в первом периоде. Ну что, похоже, Лада забыла, что она имеет на одного игрока больше. Как-то сегодня в большинстве игра не идет. Вчера в матче с Дюссельдорфом, по-моему, три шайбы было заброшено. Но две-то это точно, я уже сейчас не помню. Две были заброшены при численном преимуществе. Вот видите, опять неточная передача. Но все уже, по-моему, да. 20 секунд всего лишь в распоряжении Лады. Злов. Бросок. Ну там перед воротами обязательно кто-то должен быть у Лады. Подходит десятая, к концу десятая минута второго периода. Вот контратака шведов, передача. Нет, не дошла шайба до партнера. Надежно сыграл сейчас защитник. Но все равно отметим, что опять была оппозиционная ошибка в обороне еще в средней зоне у тольяттинцев. И выход вдвоем против одного защитника. Вот опасный момент. Бросок. И едва шайба не попадает в ворота. Я не понял, зацепил воротар шайбу или пробахнулся форма. Немного зацепился голкипер шайбу. Похоже, чуть-чуть подравнивают игру шведы. Не пришли они в себя после такого нокдауна. По-моему, сдвинуты ворота, что ли? Да, Волков на вираже зацепил, по-моему, ворота. А выбрасывание должно быть. Ну вот, видите, все для зрителей. Но стаканчик обязательно либо пластиковый, либо бумажный. И то же самое ворота, между прочим. Да, нет, баночное пиво не продается. Вот этот момент, когда нападающий выходил. Ну, практически один на один. Вот видите, опять между щитков была шайба послана. Ну, на этот раз повезло голкиперу шведов. Октябрёв. Да, действительно, похоже, шведы пришли все-таки в себя. И опять такая же очень вязкая оборона у них. И ни в коем случае шведы не идут в зону лады, если там владеет кто-то шайбой. Так, обозначают только борьбу. Бросок. Да, борьба только обозначается. Где-то вот перед воротами, даже где там перед воротами? На середине зоны Тольяттинской лады. Катается хоккей с шведской командой. А крайние очень четко играют. Они разбирают своих подопечных. И, в общем-то, получается такой вариант, что никому вроде бы, некому сделать передачу. Поэтому защитники вынуждены по одному идти вперед. И после красной линии только вбрасывают шайбу в зону. Но там борьба. Но учтем, что шведы, как правило, как в Анхайл все равно. Довольно мощные, крупные. И выиграть борьбу тяжело. Вот опасный момент. Бросок. Сейчас отлично сыграл шведский вратарь. В дальний угол была после шайбы. И я думал, что она сейчас уже закажется в воротах. Метлюк. Вот так неплохо тройка смотрится у лады сегодня. Емелин, Свинцинский и Метлюк. Там практически все форварды могут обыграть один в один соперника. Ну, надо вырываться. Надо вырываться сейчас нападающему. Правда, уж очень цепкий Юнсен, 17-й номер. Масляков. Янсон. Ах, какой был момент. И как разыграли шведы быстро эту комбинацию. Ну, буквально три передачи было, и уже выход один на один с воротарем. Николаев, конечно, если бы не он, то... Все время внушает опасения вот такие тактические промахи тольятинцев, которыми шведы, как видите, умело очень пользуются. Поскольку показывают зрители, думаю, что лада с этой точки зрения скорее чувствует себя как дома. Такова поддержка болельщиков, нежели шведов. Ну, так, по большому счету, этот турнир никогда не был, мне кажется, таким очень уж престижным. Хотя, может быть, вот после того, как армейцы в последний раз выиграли это соревнование, и потом начался... А вот действительно турнир. Тогда 8 или 6 команд участвовало в ней. Ну, интерес, может быть, и повысился к этому соревнованию. Вот с тех пор, кстати, ни одна наша команда так и не смогла выиграть Кубок Европы. Хотя, конечно, этот турнир даже в лучший его год даже близко нельзя поставить с футбольным Кубком Европейских чемпионов. Ну, да, конечно. Но я не знаю, вот сейчас все-таки делается все для того, чтобы поднять Евролигу, чтобы интерес был к этому турниру. По-моему, серьезную травму получил Олег Волков. И, кстати, там удаление будет у шведского клуба. Может быть, мне только показалось, что арбитр поднял руку вверх, фиксируя нарушение правил. Это Петерсон, он что, добровольно отправился на скамейку, оштрафованный? Это он со скамейки? Со скамейки, да. Ушел. Ну, может быть, не того хоккеиста удалили? Или нет, в раздевалку отправляются. Все ясно. Пять минут штрафа и до конца игры это, очевидно, за колющий удар соперника. Так что сейчас в течение пяти минут Лада будет иметь на одного игрока больше. Вот это уже солидное преимущество. Надо обязательно что-то решить в эти минуты. Возможно решить за пять минут. Если за четыре с половиной забросили две шаги, за пять... Кто же это реально? Итак, выбрасывание. Четырнадцать минут сыграли команды во втором периоде. Три-два шведы пока выигрывают. И практически до конца периода будут играть в меньшинстве. Панков. Маслюков, бросок. Хорошо реагирует у ротари. Помеха была, но мне кажется, не очень большая. Вот видите, да, действительно, все было видно в ротарю. Там хорошо на пятачке Фавлсон, 38-й номер, боролся с нашим нападающим. Это, видимо, немецкие болельщики. Так в этом матче нейтрально. Кстати, Дюссельдорф занял третье место на этом турнире. Команда обыграла австрийский клуб «Самина». Со счетом пять-три. Вот так неудачно швед выбрасывал шайбу из своей зоны. Октябрёв. Бросок. Там обязательно кто-то должен быть перед воротами. Манеру, 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 давай! Бросок. Ай-яй-яй. Но слабенький бросок сейчас был поворотом. Правда, и угол-то был довольно острый. Почти нулевой. Снова! 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 И, по-моему, злоб бросал поворотом. Снова! 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 Вбрасывание. А в зоне шведского клуба. Шайбу! 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 Не очень ладится пока игра в большинстве. Ну чего, время ещё есть, три с половиной минуты. Романов. Хорошо. Бросок. Шайбу! 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 Передача. Бросок. Ах, какой момент был у Тольяттинцев. Сейчас Метлюк бросал поворотом. По-моему, справился галкипер шведского клуба. Просто блестяще он сыграл в этом эпизоде. Шайбу! 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 На повторе посмотрим, что помогло шведам. То ли от воротаря шайба в сетку сбоку попала, то ли после броска Метлюка. Ну вот этот вот повтор. Нет, не попал створ ворот наш нападающий. Обидно. А, кстати говоря, вратарь-то уже не успевал среагировать на эту шайбу, попадя на створ ворот. Но выбрасывание, естественно, в средней зоне. Да, все. Арбитр увидел, что Емелин находился в площади ворот. Шведского клуба. И тут же остановил игру и отправил хоккеистов в среднюю зону. Там будет вброшена шайба. Время идет оштрафованного хоккеиста. 2.47 еще осталось играть в большинстве. Заря, по-моему, сейчас так решил войти в зону игрок Лады. Да. Еще секунд 20 выиграли шведы. Пас назад. Бросок. Можно и не торопиться. Еще один бросок. И счет становится ничейным. Три-три. По-моему, это все-таки зло. После того, как шайба отскочила от горта, переправляет ее в ворота. Ничья. Три-три. И вторая шайба злова в этом матче. Все-таки численное преимущество Тольяттинцы использовали. Вот посмотрите, как это было. Но здесь вратарь уже не смог переместиться в другой угол площадки. Ну, я вам скажу, то в жар, то в холод, мне кажется, бросает в этом матче. Проигрывая 0-3, Лады все-таки сумела сравнять счет. Причем при игре вот очень, я бы сказал, неубедительный при большинстве. Вот видите, и поцелуи пошли на трибуне. Я не знаю, это по поводу заброшенной шайбы или же по какому-то другому. Все-таки, наверное, по поводу заброшенной шайбы. От радости. И мне кажется, законодательно, что зло забивает. Вот он такой. Еще в прошлый раз мы говорили, что он очень... Его по манере игры соответствует своей фамилии. Как злой такой, агрессивный фамилий. Еще полтора минуты есть у Лады. На одного игрока больше. Напомню, пятиминутное удаление было у шведского клуба. Петерсон за колющий удар получил пять минут штрафа. И до конца матча он удален. Нападающий из шведской команды. Ну и, естественно, при пятиминутном удалении, если забрашивается шайба, то игрок, оштрафованный, на площадку не выходит. Емелин. Сначала все вроде бы правильно сделал, но передержал явно шайбу, когда находился за воротами. Ну вот еще пятнадцать секунд есть у Лады. Защитников надо использовать, конечно. Сейчас был момент действительно хороший, для того, чтобы игрок обороны от синей линии бросил поворотом. Вся четверка шведов как-то прижалась к своим воротам. Вот сейчас среагировал вратарь шведов Свард. Ну, может быть, даже не среагировал. Шайба попала ему в щиток. Поэтому это и выбрасывание, кстати, в зоне шведской команды. От воротаря шайба на сетку попала. По-моему, по-прежнему в четвером шведы. Да, но осталось... Ну, совсем немного. Одна-две секунды. Да, совсем немного. Ну, все-таки, хотелось бы больше, но то, что сравняли счет за эту пятиминутку, уже хорошо. Да, вот пятый игрок вышел в составе шведского клуба. Это Карлин, двадцать шестой номер. Но он штраф-то пятиминутный отбывал за Петерсена. И последняя минута идет второго периода. По-моему, удаления. Нет? Ну, так я скажу, вообще Давыдов с нарушением правил действовал. Вот эти вот задержки, зацепы, они очень широко практикуются в нашем российском хоккее. И не часто бывают наказывания. Так что игроки привыкают к тому, что можно так играть. Ну, судя по тому, что показывают еще раз, как Давыдов восстанавливает соперника. Да, удаление. Аж вид опасны при игре в большинстве. Две шайбы они в сегодняшнем матче уже забросили. 45 секунд еще играть во втором периоде. Ну, может быть, не торопиться пока. Разумно в этой ситуации сдали. Ну, считанные секунды, мне кажется, остаются до конца второго периода. Можно считать, что все, что можно было сделать, сделали тольяттинцы в этой 20-ти минутке. Сравняли счет в матче. И так, после второго периода в матче МОДО, ЛАДА, НИЧЬЯ, 3-3, перерыв. Драматность шведов позволила им повести 3-0. Но будем надеяться на лучшее. Тем более, что ликвидировать чисто психологический разрыв в три шайбы, в общем-то, сложно. Хотя хоккей и не такое видимо. Содерберг владеет шайбой. Хороший вот этот нападающий у шведов. Я бы выделил его, 8-го номера Ганна и еще 22-й номер Свартва Гет. Еще 45 секунд в меньшинстве ладей играть. Арбитер основил встречу. А вот по какому поводу по-моему, по-моему, удаление у шведов. Волков, которому как раз по рукам ударил Петерсон, все-таки строил. Искулап лады видимо помог поколдовал. Да, тогда у шведской команды удаление и в равных составах по 4 игрока и той, и другой команды. Вернблом удален. За задержку. Ган. Здесь поддержки на правом фланте не было. Вот уже теперь численные преимущества по-моему, Тольяттинская лада имеет. Да, уже в большинстве хоккеисты в синей форме. Лада. Ну, теперь четко контролирует Тольяттинцы шайбу и хорошо в зону вошли. Ну, сразу назад бросит Давыдов. Бросок. И шайб, по-моему, на трибунах. Так что убрасывание будет в зоне шведского голкипера Магнуса Сварда. По-моему, удачно используют сегодня, начиная со второго периода, защитников Тольяттинцы. В атаке они будут. Бросок. Но это не сильный бросок по воротам и никого не было там на пятачке из наших хоккеистов. Так что легко Свард справился. Давыдав. Бросок. И опять шайба в ловушке у вратаря. К сожалению, игра на ближнем пятаке, на добивании сейчас очень мало осталось специалистов у нас в нашем хоккее. Мы и раньше даже в лучшие годы проигрывали скажем канадцам в этом элементе. А сейчас отставание увеличилось. Тройка Свинцитского на льду у Лады. Давыдав. Вот хороший момент. Бросок. Ну, бросок. Ай-яй-яй. По-моему, шайба попадает в штангу после броска Метлюка. Совершенно верно. Штангу и так с отзводом она отскочила. Свинцитский. Ну все, через 6 секунд выйдет пятый игрок у шведов. Затяжная борьба в углу. Затяжная борьба в углу. Ганн. И обратите внимание, два шведа уже в обороне. то есть переиграть их можно только за счет позиционной атаки. Бросок. Вот так атаки сходу не получаются, поскольку шведы-то не дают возможности Ладе создать численное преимущество на каком-нибудь участке площадки. И вот мне кажется, не надо все-таки ввязываться вот в эти мелкие такие стычки. Необходимо, чтобы Лавда играла постоянно в полном составе. Да, в общем, арбитр мог бы удалить Мальцев сейчас. Я думаю, если бы было удаление, то обоюдное. Но в то же время, как говорили наши наставники, а страсту сопернику надо давать. Чтобы он почувствовал, с кем имеет дело. вбрасывание в средней зоне. Опять на льду сильнейшая тройка шведов. Вот хороший выход, бросок. С преимуществом Лавда третий период проходит. можно исключить, конечно, начало этой встречи, вернее, третьего периода, поскольку у одного игрока больше в какой-то момент был у Лавда. А так вот, после того, как она выстрела, играя вчетвером, преимущество все-таки имеют тольяттинцы. Почти все время проходит в зоне шведского клуба. Остается надеяться, что игроки, главный Цигуров, наверняка я вам это напомнил, не повторяли ошибок первого периода, когда позволяли шведам очень остро контратаковать. Да, действительно, вот шайба попала в штангу после броска Метлюка. Ну, а Шандоров удален у нас на две минуты. Была задержка, ну, такая же, как вот в конце второго периода Давыдов был удален. Вот посмотрите, ну, не было же никакой необходимости, тем более играть, по-моему, еще в средней зоне была. А так красную это пересекает. Конечно, так подтягивает, подтягивает к себе. обрабатывать надо, конечно, соперника, находясь сзади, там где-то в полуметре от него, но не так же. Все должно быть, это, на мой взгляд, на фоне удаления. Тем более, игроки могли убедиться, что этот арбитр таких вещей не прощает. Здравствуйте. Янсон. Бросок. Надежный, ближний угол, Николаев прикроет. Хорошо, что шайба до защитника не дошла, потому что очень уж прижали к своим воротам тольятницы. бросок. Карусон. Бросок. Мы выручили Николаев сначала, а потом простили шведы тольяттинцев. Бросок. Чудом просто парировал шаги Николаев. Чудом. Еще много играть, 50 секунд. Свартвадгер! 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 Да, против шведов, против Мадо играть в меньшинстве не стоит. Очень грамотная команда. Вот 5 секунд надо выстоять. Ну все, уже должен пятый игрок выйти в составе Лады. Бросок из шайбы Николаев. Вот эта пауза просто необходима тольяттинцам. до близкого расстояния шведский нападающий бросал. Молодец, Николаев, ничего не скажешь. У меня такое впечатление, что до заброшенной шайбы играют хоккеисты. Удаление, да? это пять до Маслюков. Это практически получается четыре минуты подряд в меньшинстве играет Лада. Сбивается игра в эти минуты, когда удаление в команде. Так вроде бы только-только силу свою почувствовали хоккеисты Лады и приходится обороняться. Тем более, что действительно должен поддержать своего коллегу. Шведы очень умело разыгрывают меньшинство. Не обязательно, конечно, что они каждый раз загрался в решение. Нет, удаления нет. Прости. Это было красивое падение. Я вспомнил Мальцев, он так красиво тоже падал иногда. Все, Дорберг. бросок. Молодец, Николай. Никак выбросить шайбу из своей зоны не удается. шведы помогли итальяцинцам. Еще удаление. Да, к сожалению, еще одно удаление у Лады. Ну, трудно даже сказать, по какой причине вдруг такая безалаберная игра пошла у нашей команды. Причем сейчас втроем, видимо, Лада секунд 50 будет играть. Но опять в средней зоне. Зачем? Свинцитский за подножку отправился на скамье уштрафованных. Ну, вот это вот решающий момент в матче. Ну, мне кажется, вот Геннадию Цигурову не стоит после матча, как бы он не закончился, ссылаться там на ошибки арбитра какие-то нет. Судит очень прилично финский арбитр Юрке Ингман. Причем судит обоюдно строго. И вот я еще давно, по-моему, не видел на льду Дениса Цигурова. Не посадил ли его отец на скамейку запасных. Все-таки у него в первом периоде были ошибки. Там из-под него и шайба забрасывалась. Он был виновником одного удаления, после которого забросили шайбу. Да 30 секунд втроем играть нашим хоккеистам бросок. Удаление у шведов похоже. По-моему, нет, не удаление, по-моему. А нет удаления, да, подножка была. Я сначала подумал, что кто-то из шведов находился в площади ворот, но нет удаления. Соломонсон, 30-й номер. полегче ладе. Все-таки только 4 шведа на площадке. Это, наверное, тот случай, когда нельзя сказать, что арбитр подравнивает игру. 27 секунд еще в меньшинстве играть. Местеров был в шайбе и опять остановленная арбитром встреча. У меня впечатление, что кто-то из шведов побежал мстить. Да нет, травму-то получил шведский хоккеист. Ну а что случилось с нашим защитником Тарасовым? Да ничего, наверное. Да вот если этого игрока не будет у шведов, это для них потеря. Это игрок сборной Швеции Свартвадет. 22 номер. Да, и тройка Свартвадет, Ганн, и Соломонсон навыделялась. Смена составов. Свартвадет. 19 секунд. Содерберг. Хороший хоккеист и скорость приличная довольно. У него еще обратите внимание, как руками работает. Руки очень быстрые у него. Дарасов. Николаев накрывает шайбе. Сейчас может опять удаление. Но защит. Такая позиция у Ларсенова 18 номера перед воротами была. Шайба была не прижата, просто арбитр потерял ее избитых, поэтому и остановил встречу. Удален Тарасов в нашей команде. Да. Ну такое впечатление, что в меньшинстве третий период Лада решила провести, мол, как поведет себя соперник, да, и вообще на что мы способны в этой ситуации. Я думаю, что хорошего-то мало из этого получится. Я как раз видел вот этот эпизод еще сказал возможно удаление, так оно и получилось. Опять втроем. 8 минут 33 секунды сыгнуло в третьем периоде, пока ничья 3-3. Кмыль. скорости не хватило нападающему нашему Безухладникову. Карлсон. Карлсон. бросать неудобно бросать Передач много бросок опасный момент передача что называется простили. Да. неудобно неудобно николаев среагировал. Неудобно николаев среагировал. Поколение уже могли обернуться одним-двумя голами. Синьо Ладе Синьо Ладе Синьо Ладе Синьо Ладе Синьо Синьо Ладе Синьо октябрев тоже, я скажу, отнюдь не без нарушения правил действовал сейчас. Но просто очень уж много хоккеистов на скамее оштрафованных у Лады трое, по-моему, сейчас должен вот-вот четвертый игрок появиться. Да, сейчас пока, по-моему, по четыре игрока на площадке. Через пять секунд у шведов будет опять численное преимущество. В полу всего лишь тридцать секунд на трое игрока больше будет шайба у Сергея Николаева. Я думаю, за этот период, за эту игру, когда Лада оставалась в меньшинстве, Николаев заслуживает самых высочайших акций. Вот, кстати, не успел прочитать, там было написано, сколько он бросков отразил в этом матче. и в течение шведов провоцировать вот эти мелкие стычки. Ганс пошел, шайба у вратаря уже вратаря прошел, нет, все равно надо подъехать голкипером и попытаться что-то сделать, провоцировать нашего защитника. одиннадцатая минута третьего периода, еще пятнадцать секунд в меньшинстве играть в ладе. в шаг и шаг сломать себе игру вот в первую половину периода. Это просто удивительно. Наверняка ведь Геннадий Цигуров призывал команду действовать без удалений. Только в полном составе «Лада» может спокойно доиграть этот матч. Не только спокойно, но и что-то создать в зоне соперника. И самое главное, и самое обидное, то, что большинство удалений были ненужными. Ситуация не диктовала нарушение правил. Бывает, когда игрок выходит один на один, ну, что делаешь? Ну, цепляет защиту. А здесь ничего подобного нет. Да, все, вышел на поле Тарасов и в полном составе «Тольяттинская Лада». Но будем надеяться, что все-таки самые тяжелые минуты этого периода позади у «Лады». «Тольяттинская лапа!» «Тольяттинская лапа!» «Тольяттинская лапа!» Ну, здравствуй, не в зоне нашей команды. 10 минут 35 секунд до окончания, будем говорить, периода третий Пока ничья 3-3 Гансон Видимо, сейчас игра пойдет вот с такими постоянными остановками Шведов, наверное, это устраивает Они будут ждать ошибки соперника Лада очень неплохо и третий период начала Игра была почти все время в зоне шведского клуба И вот эти удаления напрочь сломали, мне кажется, не только игру, да и настрой команды Естественно, конечно, когда ты атакуешь и все удачно складывается и вдруг раз в меньшинстве, два раза в меньшинстве Вне игры Вот этот вот девятый номер Вернблон довольно задиристый вообще хоккеисту шведской команды Бросток-то был уже после свиста арбитра Вне игры Бросток-то был уже после свиста арбитра Бросток-то был уже после свиста арбитра Каберле Каберле Содерберг Активрёв шайбой Активрёв шайбой Обе команды разрушают атаки соперников в средней зоне А вот Влада так в начале периода успешно входила в зону и там хозяинничала В разрушении, по-моему, преуспели обе команды в третьем периоде Вот что касается созидания, то здесь похуже дело обстоит Да, шведы атаковали опасно только имея лишнего игрока Шветоч 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 Романов Шветоч 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 Да, четко, шведы. Один игрок проводит силовой прием, второй подбирает шайбу. Все как в учебнике. Смена составов. Ну, похоже, что все идет к дополнительному времени, к овертайму. Ну, что там сидит запасной галкипер, не мог среагировать. Свинцинский. А, нет, простите, это защитник волков. Ну, некоторых хоккеистов, по-моему, давно уже не видно в составе итальятинской лады. Я имею в виду, вот, Мальцева, по-моему, не видно Десяткова, не видно, может быть, и посадил их Цигуров на скамейку запасных. Нет, вот Десятков как раз играл. Ну, некоторые действительно очень редко появляются у лады на льду. Это так же, как и у шведов. Четвертое звено у шведов практически не играет. Зато Ганн, Сварцвадет, Чистенька на льду. Содерберг, еще Десятый номер. Да-да, конечно. Вот, кстати, хороший защитник, шестой номер, Янсен, тоже все время выходит в команде при большинстве, при меньшинстве. Такой мобильный, я бы сказал, игрок обороны. С хорошим пасом. Шайба вышла из игры, вбрасывание будет в зоне. Тольяттинской лады. Сейчас все, по-моему, решит, у кого крепче нервы. Я понимаю, достаточно банальная фраза, но тем не менее. Вот Маслюков, мне кажется, и заменил Цигурова. Играет он, по-моему, в паре с Давыдовым. Нет, вот это Романов, защитник, седьмой номер. Но Цигурова-то нет, весь третий период на льду. И во втором я его почти не видел. Паверле. Паверле. Созидательного начала становится все меньше и меньше. Ну, сейчас уже появилась боязнь ошибиться. Действительно, у той и другой команды. Поэтому играет очень осторожно. Практически без риска. Что-то непонятно, что я сделал, Николай. Ларсом. Да нет, здесь не было удовольствия. Эй, эй! Да, у шведов все время сзади преимущество численность. Защитники не рискуют. Они не ходят вообще, у меня такое впечатление. И уходят вперед даже своей синей линией. Мне осуждать, в общем-то, не стоит, наверное, шведской команде за такую руку. Потому что она выбрала какой-то определенный этап. И считает, что она должна принести ей успех. Поэтому вот в таком ключе и действуют игроки обороны. На выдох. Проброс. Вбрасывание в зоне Сергея Николаева. Несколько сумбурная игра пошла вот в эти последние минуты. Хотя, по идее, сейчас вот длинный пас защитника мог начать опасную атаку. Да, три с половиной минуты. Даже немного меньше осталось. Да! 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 Конечно, над каждым игроком сейчас давлеет боясь совершить руковую ошибку. Защитник хорошую паузу сделал. Вот этот вот тридцать восьмой номер. Магнезд Карсенов, без сомнения, один из сильнейших игроков в составе шведского клуба. Дроссок. Потому что, как опрометчиво, Николаев покинул свое место. Я еще в прошлый раз говорил о том, что, когда наши воротари вот такие рейды из народа, пытаются играть в плюшку, как форвард плюшку, в худшем случае, как защитник, это всегда меня гоняет в трепет. Так это и опять получилось. Да, такой большой дворец спорта, он около десяти тысяч, мне кажется, вмещает. Он такой там, по-моему, на одну треть-то не заполнен. Очень просторный на трибунах. Вот то, что болельщики из «Лада» составляют большинство, если так вот прикинуть, кто там сидит, я почти уверен. По крайней мере, они самые голосистые. Две с половиной минуты играть в команду в третьем периоде. Что-то чрезвычайное должно произойти, чтобы была заброшенная шайба в основное игровое время. Бросок. Тарасов. Каберле. Я был удален. Вот вышел налет с «Вартвада». Да, игра разбился вот на такие микро-поединки. Один на один. Вместо такой цельной картины получается мозаика эпизодов. Вот к чему привело, как мне кажется, вот действительно, эта серия нарушений, в результате которых «Лада» играла в меньшинстве и потеряла вот эту вот... «Юра, Юра, Шайба, Юра, Юра!» Ту нить игры, которую она вошла в начале третьего периода. «Лада!» 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 Ну, по существу, в первую половину периода в меньшинстве «Лада» отыграла. Вот опасный какой был момент. Успевал Берников подставить клюшку. Это безухладников был, 11 номер. Хорошее подключение защитника. Бросок. Вот это похоже все-таки было на комбинацию, похоже было на позиционную атаку в зоне шведского клуба. Вбрасывание будет. Шарик! 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 Соломонсон. Насколько контрастные периоды. Один 3-0 в пользу шведов. Другой 3-0 в пользу лады. А тут вообще 22-го без гола. 19, прошу прощения. Ну и практически вообще-то без моментов. Не так много вот моментов было в третьем периоде, потому это и в другой команде. Последняя минута идёт третьего периода. Демелин. Солдарберг. Не надо давать только бросать по воротам. Да нет, не успеет. Итак, сирена. Закончился третий период матча. Ничья в этой встрече. 3-3. Вот нас ворота шведского клуба. Справа Тольяттинцев. Октябрёв. Шведы вошли в зону. Бросок. Солдарберг атаковал. Опасная ситуация. Тем более, что там был десятый номер. Солдарберг. 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 Бросок. Высоковата была послана шайба и в сторону отворота. Солдарберг. Ларсен. Вот хороший момент. Ну, нет. Успел все-таки. Успел. Кстати, в оборону. Десятый номер Солдарберг. Хорошо. Назад. Защитник. Уил. Бросал защитника нашу. По-моему, это Давыда. к поворотам, но надежно сыграл Свард. Хотя пониже бы, конечно. Внизу обычно вратарям тяжеловато работать. Вбрасывание в зоне шведской команды. У Лады пятерка. Без укладникова вышла на лёд. У Лады пятерка, где на краю играют злов, забросившие две шаги. Проброс. Еще одно вбрасывание. Сейчас, по-моему, Емелин появится на льду. И с Венцильским, и с Метляком. Нет, я ошибся. Это Несторов, Десятков и Мальцев, наверное, вместе с ними. ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ Нет ни Мальцев, а Панков вместе с ними играет. Бросок. Справляется шведский голкипер Еще один бросок Молодцы, итальянцы Да, овертайм хорошо начали Еще один бросок, правда, с острого угла Вот такой квадрат организовали шведы сейчас около своих ворот Четверка хоккеистов Хорошая передача, бросок Ай-яй-яй Шайба не попадает в ворота Ну, хорош был сейчас защитник тольяттинцев Как все просмотрел на дальнюю штангу, сделал передачу Каберле Ган Но только без паники, мне кажется, надо тольяттинцам защищаться Третья минута заканчивается В этой десяти минутке Каберле Каберле Соломонсон Шведы предпочитают начинать атаку До верного, что ли Много передач, не очень Рывутся вперед Надеюсь На удачный бросок, по-моему, защитников Так, мне кажется Проброс Проброс Олег Борт совершенно не проницает наставу шведского клуба Хотя мы-то знаем, что Суждение о невозмутимости Скандинавов Сильно преувеличено Да действительно Невозмутим вроде бы Тренер Злов Не отобросить Не дают Вот выход к воротам Справляется Молодец Среагировал Сергей Николаев Обросок хоть не сильный был Но неприятный для воротара Октябрёв Алаваара Вот так вот произносится фамилия этого финского защитника Саударберг Ух, какой дерзкий проход нападающего Безукладникова В былые годы В таких ситуациях всегда Очень прилично выглядел Емелин И так больше половины овертайма уже позади Танков Танков В серию штрафных бросков Ох, как его упор Сейчас бросал Поворотом Метлюк И этот проход, по-моему Емелин был Очень хороший В зону Шведского клуба Справа фланга В центр сместился В общем, все правильно сделал Нападающий Ладо Свинцыцкий Убрасывание будет Ну что ж, неплохо выглядит Лада В эти дополнительные минуты матча 6 минут и 38 секунд В овертайме Северона Ничьян 3-3 пока Да, ну попади чуть в сторону Только не во вратаря И все было бы ясно Не справился бы Свард Наверняка не успел бы Там, по-моему, хорошее очень На стадионе Шумовое оформление И трещотки И барабаны Все, что угодно Если уж у нас В наушниках Сильно весьма Это шумовое оформление Действует на барабанной перепонке То что На стадионе Хотя народу-то Не полное Трибун Бросок Светарберг Шайба у Сергея Николаева Вбрасывание в зоне лады Каково сейчас напряжение у вратарей Не позавидуешься Но вот они ошибаться никак не могут Не имеют права Без права на ошибку Восьмая минута уже пошла Дополнительного времени Вернблаун Самоотверженно ложился Копы из игроков Сладко подбросил Штангу шайба попала То ли в перекладину То ли в штангу Чуть ниже угла Штангер 1-1 Содерберг У меня такое впечатление Что вот эта тройка Во главе с Содербергом Она не уходит с площадки Ган Содерберг И 30-й номер Соломонсон Янсон Как-то как приливы-отливы То лада Очень хорошо атаковала Сейчас вот несколько так Шведы организовали Таких Хитроум Так скажем Соломонсон Вот и последняя минута пошла Вне игры Вбрасывание Ну почти без Пауз хоккеисты играют В овертайме Вот этот бросок нападающий Посмотрите Нет в перекладину В перекладину попала шайба Бросал Вернблон Тот самый задиристый Вернблон Нет ничего не получится Мне кажется Ни у той Ни у другой Команды Да уже Боже сказать Точно не получится Надо приготовиться К тому что команда Будет Выполнять Штрафные броски Вот два флага В честь победителя Российские и шведские В честь победителя Этого турнира Ну неизвестно Какой поднимать придется Последнее вбрасывание Да нет продолжается игра Я думал 10 минут Только дополнительного времени будет Так было на табло 10 минут Удивительно Да не может быть Чтобы Международная лига хоккея Вот в таких ситуациях Перешла Ах нет 9 минут и 51 секунда Это табло У нас На экране телевизора От 9.50 Еще 9 секунд играть Командой Разошлись Секундомеров За 9 секунд Еще можно Выграв Брасывание Забросить шайбу Да Конечно Если Брасывание Здесь Ну Надо набрасывать Шайбу Бросок Еще один бросок Ну Бросок И шайба В воротах Это по-моему Панков Все-таки На последних Буквально секундах Проводит Четвертую Решающую шайбу В ворота Шведского Клуба МОДО Счет становится 4-3 В пользу Тольяттинской Лады Вот это Концовка Матча А Я думал Уже все Придется ждать Когда Будут проливаться Буллиты Это всегда Лотерея Это всегда Для любой команды Это Неприятно Тем более Для болельщиков Тоже Для комментаторов Это не очень Здорово Но вот На такой вот Ноте Кто бы мог Подумать Завершится Этот матч Причем Победной Ноте Для Российской Команды Причем Мы в какой-то степени Были Завтра Сказали Что хватит Еще Время Чтобы забросить Шайбу И так И произошло Вполне понимаю Радость Тольяттинских Хоккеистов Действительно Они в какой-то степени Шведам Отомстили За все Что они сделали Нам на Клубном уровне В этом турнире Совершенно верно У шведов Всегда были Как риф Какой-то На который Напарывался Корабль Давайте все-таки Посмотрим Определим Кто Забросил Шайбу Вот это 27 Номер Десятков Да Панков Забросил Решающую Шайбу У ворота Шведской Команды Ну к сожалению Табло нет Но действительно Ну 2-3 секунды Наверное Оставалось Сыграть Командам Не больше Не больше Понимаю Состояние Шведской Команды Вот так вот Не выставить Ну неважно Может они И по булитам Проиграли бы Но вот Обиднее всего На последних Секундах Конечно Проигрывают Здесь Панков Очень решительно Пошел На добивание Молодец Просто И так Со счетом 4-3 Выиграла Тольяттинская Лада Мы от души Поздравляем Команду Тольяттинская 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 Тольяттинская